Всем привет! Вы на канале Нездаш Багаж. И в поисках идеальных пляжей в Паттайе мы решили поехать на остров Коаланд, что, в принципе, наверное, делают все туристы. Мы приехали на пирс. Здесь вообще открывается какой-то невероятный вид. Я помню, что 6 лет назад, когда мы здесь были, здесь было вообще все по-другому, и здесь не было настолько красиво. Ну ладно, речь не об этом. На остров можно добраться несколькими путями, и сразу при входе вас будут встречать тайцы, которые будут предлагать стритбот. Вот как, например, как вот этот человек. Коему матч стритбот? 300. 300 бат туда-обратно. Да. Окей, спасибо. Но нас интересует... Вот, видите, вот эти вот, это стритботы. Я думаю, на них... Ну, это обычный катер русским языком, если говорить. Это просто катер, который помещается там в 6 человек, допустим. На нем больше укачивает. Но это будет в 3 раза быстрее, и без, там, может толкать ни какой-то там очереди, ожидания и так далее. Если вы хотите, как обычный человек, добраться, не потратив лишние деньги, то добро пожаловать на обычный паром. Здесь курить нельзя. Так же, как на всех пляжах, на Паттайе, курить везде нельзя. Штраф в 2000 бат. Да. Отличный закон, мы его полностью поддерживаем. Сейчас мы узнаем, сколько стоит, подорожал ли паром за 6 лет. На самом деле, за 6 лет цена не поменялась, и она также осталась в 32 человека. Вот время отправления в 7, 10, 12, 2, 3, 8, 9... В общем, кремене, мне кажется, можно не привязываться, и здесь каждый час что-нибудь отправляется. Конфортабельный корабль повезет нас. Если вы думаете, это, то нет, это вот этот. Мы поедем на этом. Ну, он тоже очень милый. Мы приехали на остров Калан. Время по пути заняло всего около получаса. Ехать очень приятно, так тихонечко, по волнам покачивает. Сидели на нижнем этаже. Там классно, потому что там всегда тень. Итак, мы сейчас находимся около 7-11. На Ко-Лане. Хочется отметить, что цены в 7-11, они разные, они не фиксированы, как некоторые думают. И, допустим, здесь в 7-11 стоит, как минимум, алкоголь, точно дорого стоит. Допустим, бутылка Чанга 0,62 стоит 67 бат вместо 54. Вода тоже дороже. Вода на 5 бат стоит дороже. В общем, оплата карты возможна только при покупке от 300 бат. И, к сожалению, принимают только визу. Ну, визу, юнион, пей и какие-то еще местные карты. Прямо счастье на чемпионате мира по футболу, не знаю. Сейчас у FIFA официальный спонсор, что визы. А сразу на пирсе продается, как всегда, всякая фигня для туристов. На самом деле, есть такие прикольные штуки. И в серии вот магнитики. Такие милые, необычные. Одна штука 3-3 бат 4-100. Кстати, это недорого, да, мне кажется. Тляпы, парео, купальники, все, что нужно. Здесь купабельного пряжи нет. От него нужно ехать. Можно снять в аренду мотобайк. Вот они прямо на каждом шагу, видите, здесь сдаются. В то время аренда 300 бат за сутки. Ну, эта цена, конечно, гораздо выше, чем в Паттайе, либо на каких-то других островах. Но, понятно, что это такой туристический остров. И если у людей нет вариантов, то все равно аренда... Да, сюда вся Паттайя приезжает. Чисто покупаться. И, наверное, многим будет и выгоднее, и удобнее взять байк. И везде не кататься по разным пляжам. Но это будет точно дешевле. Да, но нужно иметь в виду, что местность здесь гористая, серпантинистая. А вот здесь уже за 250 предлагают. Поэтому за 200 можно взять байк при большом желании. Можно отойти куда-то просто. И сильной торговли. Ну, и даже не так. 250 он даже сам предложил. Я думаю, за 200 можно отойти в горку примерно в 100 и взять за 200 где-нибудь. Это очень приятно, если вы нас поддержите и подпишитесь на наш канал. Но знаете, чем мне нравится Паттайя? Здесь, ну, кажется, реально все дешево. Так как мы снимали на Пхукете, мы волей-неволей сравниваем все. И цены инфраструктуры в Пхукете и Паттайи. Вот эти здесь даже на острове шейки стоят 30 бат. Ананасы целые, чищенные стоят 20 бат. Ну, и на Пхукете в турстическом месте очень тяжело найти такую цену. Так, отсюда можно уехать на все пляжи. Здесь очень много цены уже указаны. Манки бич 30 бат, Самая бич 30 бат. Мы приехали на Тиен-Бич. Он находится очень рядом с пляжем Самая. Мы, когда здесь покупаемся, мы обязательно сходим еще на Самая и посмотрим. Здесь пешком, я думаю, дойти около 10-15 минут будет. Пока, вот первое впечатление, мы только зашли на пляж. Он нам нравится, он живописный. Вот, смотрите, здесь какая-то скала, там деревья стоит. В плане все такое. Это, ну, как бы обычный тайский остров небольшой. На всех островах, я думаю, примерно вот так. Ну, конечно, что мне очень не нравится, здесь есть водные мотоциклы. Это неприятный запуск сразу создает и такое волнение в море. Когда, конечно, пляжи маленькие и на них нет никаких водных аттракционов, там приятнее отдыхать. Но, хотя, с другой стороны, больше инфраструктуры, больше развлечений. И пойдемте скорее уж купаться, потому что нам жарко, и мы хотим скорее клюнуться. Да, Юстина? Да. Вот мы дошли до моря и до песочка. Наконец-то можем вам показать сам песок и море. Ну, что я могу сказать? Что по сравнению с Пхукетом, вот, сам песок мне не нравится. Он очень крупный, здесь какие-то ракушки, и присутствует различный мусор. Я понимаю, что туристы тоже во многом виноваты, которые оставляют, которые оставляют с собой бутылки, пакеты и прочую субню. Ну, блин, а в Пхукете реально такого не было. Здесь можно арендовать лежак. Стоимость лежака 50 бат на человека. Но, что мне нравится на этом пляже, здесь можно арендовать не только лежаки, можно арендовать также водные круги и вот эти вот водные ватрушки. Стоимость аренды всего 100 бат. Мне кажется, это классно. Если едешь на целый день сюда, чтобы ее с собой не тащить, можно отлично покупаться на таких замечательных розовых фламингох. Да? Вообще пляж выглядит очень запущенным. И посмотрите, сколько здесь неубранного мусора, просто везде валяются. Хотя, в принципе, сейчас высокий сезон, и вообще странно, что, ну, черти что, вот просто вот все подряд. Здесь бутылки, банки. Это ощущение какого-то райского острова. Конечно же, продавцы кошельков из крокодилов. По поводу, естественно, тени, она тоже здесь есть. Здесь есть вот такие вот кусты, под которыми люди загорают. Тебе здесь нравится? Я пока не определился. Мне кажется, пляж как пляж пока что. Это очень приятно, если вы нас поддержите и подпишитесь на наш канал. Почти у самой воды растут деревья, под которыми можно отдыхать. Курить на пляже нельзя. Вот специально оборудованное место. Насколько оно оборудовано, стоят две пустые канистры, на которых можно сидеть, и там можно курить. Под воду. И мне было неприятно заходить. И в тени тоже было заходить неприятно. Но если пройти метров 10, то море становится уже идеально чисто, и купаться очень приятно. Видно абсолютно все, что находится под ногами. Но набора глубины не происходит. То видите, люди достаточно глубоко купаются, и им всегда будет по поясу. То есть в среднем там всегда по пояс. А сейчас мы с Листиночкой сходили в центральную часть пляжа и купали здесь. Здесь, конечно, прям супер круто. Больших ко мне нет, только маленькие. Она доставала их руками, и, в общем, здесь ей понравилось. Ну, и, в общем, мое мнение о том, что здесь очень классно и много тени. Удобный пляж в плане отдыха здесь мне. Потому что много тени. Ну, в целом, мне кажется, этот пляж идеально подходит для таких тусовщиков и людей, которые любят активный отдых. И просто так вот кайфовать здесь поддержать не очень. А вот если вы планируете взять там банан или скутер, ну, с чем-то покататься, здесь много там ресторанов, здесь можно купить алкоголь. На пляже находится множество кафе. Смотрите, все по-русски есть. Жарен рис с креветками. 100 бат, большая порция 200 бат. Под тай 150. И по поводу шейков, любой шейк за 60 и алкогольный коктейль за 200. Прямо посреди пляжа находится дерево любви. И рядом с деревом находится камера хранения. Это, по-моему, просто гениально. Никогда раньше до этого я не видела ничего подобного, что на пляже были камеры хранения. Стоимость аренды на весь день 100 бат. Ну да, если пройти в центр пляжа, то здесь уже совсем по-другому становится. Здесь гораздо больше места. Гораздо больше, видите, вот этих деревьев появляется, между которых нет лежаков. Здесь очень хорошо расстелить свой лежак и загорать именно здесь. И там море совсем недалеко. И здесь как-то тише, спокойнее. Хотя людей все равно много. И здесь, видите, много китайцев. Я бы даже сказала, наверное, процентов 30. Не знаю, может, они просто все сюда едут. А если дойти до самого конца пляжа, то здесь картина абсолютно противоположная становится. Лежаки здесь уже заканчиваются и появляется такой широкий пляж. Но, к сожалению, нет лежаков, нет денег. Всем пока! Спасибо, что посмотрели наше видео. Нам будет очень приятно, если вы нас поддержите и подпишитесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok